Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Russian Power Guy, и это... И это... это возвращение, продолжение прохождения X-Machine, которая... Которая состоится, которая будет просто потому, что я хочу сказать всем и каждому из вас огромнейшее спасибо за помощь в решении этой проблемы. Проблемы того, что нас просто заперли, замуровали демоны на той локации. Но, на самом деле, все решилось, и решилось оно все достаточно легко, на мой взгляд, потому что... Ну, блин, ребят, короче, я очень рад, что мы продолжаем. Сейчас мы все обсудим, все комментарии, которые были не обсужены. Обсудим проблему, обсудим, в принципе, все, что только можно, и будем двигаться дальше по сюжету и по локациям, и все-все-все-все-все, короче. Все, короче, я просто супер рад, потому что вот сел записывать буквально вот с утра, буквально с утра, так что, друзья, мне просто нестерпением хочется продолжить. Так что, друзья, всем желаю приятнейшего просмотра, усаживайтесь поудобнее, не забывайте, что лайки, комментарии, подписчики приветствуются. Так вот, мы продолжаем, мы едем, наконец-таки мы выбрались из этого бермудского треугольника под названием Игнот, и мы с вами в роще друидов. Соответственно, сейчас мы с вами едем куда? Мы едем с вами в сет. Во-первых, в сет мы едем для того, чтобы восполнить наши боезапасы, починиться, заправиться и, конечно же, поменять кабину. Потому что, во-первых, меня абсолютно не устраивает количество моего инвентаря, поэтому будем что-то с этим решать. Далее, еще в комментариях мне написали, что в серии, которая была, ну, не предыдущая, которая проблемная, так сказать, а, то есть, получается, которая была до предпредыдущей. И, соответственно, там мне сказали, что это не баг никакой, а специальная фишка, где нужно было, то есть, где остановились все враждебными. Это была такая фишечка от разработчика мода, чтобы ты сделал правильный выбор, так сказать. И, соответственно, я изначально выбрал неправильный подход, и, ну, наверное, где-то я затупил. Но в итоге мы все решили, то есть, как бы проблем с этим не было. Так, там кто-то есть, кстати? Да, там молоковоз. Что? Не понял. Так, а по... Я еще что-то не понял. О, нет, подожди. Вроде бы мы... Так. Нет, у нас все хорошо. У нас все хорошо. Вроде бы все, кто должны быть нам врагами, нам враги. То есть, как бы, окей, хорошо. Мы едем с вами в сет, и будем там решать. То есть, соответственно, я просто неправильный выбор сделал, и нужно было немножечко с умом подойти к решению этой задачки. Далее еще сказали, что, конечно же, я мог бы выпить себе. Короче, я загрузился с момента, когда у меня... То есть, я как сделал. Там у меня было очень много сохранений, и, соответственно, я загрузился с того, где я не стал подбирать... Не загрузился с сохранений, где я подобрал ракетницу, потому что от ракетницы я смысла особого не вижу. Башню танка я выбить так и не смог, потому что нужно стрелять рядом, и, как бы, там урон не особо проходит, поэтому я забил. И будем сами как-то себе все это мутить. Соответственно, сейчас нам придется сделать некоторые махинации. Давайте сохранимся прямо здесь, и попробуем нашу машину модифицировать. Соответственно, мы тратим все эти деньги. Продаем ненужное, соответственно, табак мы продаем. Продаем фаготы. Хотя нет, давайте пока мы не будем ничего продавать, и решим, какое оружие нам важнее. Но я думаю, что КПВТ нам точно не нужен. КПВТ прям 100% не надо. А остальное мы решим по месту. Значит так, давайте посмотрим, что мы можем купить. Аллигатор. Аллигатор это у нас, соответственно, что? Соответственно, аллигатор, по-моему, кузов дает точно такой же. Здесь можно поставить сзади пушку и ракетницу. Угу, хорошо. Допустим, но если посмотреть варианты, например, с небольшим кузовом, соответственно, здесь есть много всего. Отличный скорпион. Давайте посмотрим, что это из себя представляет. Ааа, это очень печально. Это очень печальная история, потому что мы останемся только с двумя оружиями. Меня такой вариант совершенно не устраивает. Что касается краба. На краб можно поставить пушку. На краб можно поставить пушку, но эта пушка стоит как-то... Хотя нет, нормально стоит пушка. То есть, как бы, краб меня уже так... Тень демона. Тень демона, соответственно, очень большой инвентарь, но никакой пушки. И большегруз. Это огромный инвентарь и пушка. Угу. Я все понял. Давайте посмотрим вариант с крабом. Давайте посмотрим вариант с крабом. Мне кажется, что он оптимален для нас. То есть, как бы, соответственно, мы делаем вот так. И нажимаем купить. И посмотрим, как это выглядит. Потому что большегруз, он очень большой и очень огромный. То есть, давайте посмотрим, как выглядит вот эта модификация. Соответственно, мы можем это проверить. Ну, как бы, знаете, ребят, я, конечно, ничего не хочу сказать, но, по-моему, она не сильно отличается от той, что самая последняя и топовая. Поэтому, нет, 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 нет. Я не вижу в этом никакого смысла. Так что, если она такого же размера, то, наверное, мы поступим в следующем... Ситуация следующая у нас будет. То есть, мы просто поставим большегруза. Хоть он ржавый, но это не страшно. Мы найдем потом где-нибудь еще более такую, ну... То есть, у меня, получается, даже броня уменьшается. Интересно. Ну, не сильно, как бы, она уменьшается. Но я понимаю, почему она уменьшается. Потому что у меня все-таки... То есть, аллигатора, если смотреть. Да, вот давайте посмотрим Каймана, например. Кайман, вот такой инвентарь. Аллигатор, соответственно, вот такой вот инвентарь. То есть, смотрите. Если, например, вот мы возьмем вот это. То есть, здесь гораздо удобнее идет расположение инвентаря. Согласитесь, здесь можно еще поставить модификацию. То есть, соответственно, сзади мы ставим, например, циклопа. Сюда ставим ракетницу. И сюда, например, какое-то одно дополнительное оружие в виде кобры. На всякий случай, если кончатся патроны. То есть, у нас еще остается... Ну, это неплохо, на самом деле. Это неплохо. Просто вот мне вообще нет желания кататься с огромным инвентарем. Но, с другой стороны, если у нас не будет большого инвентаря, то, соответственно, мы не сможем с вами зарабатывать денег. Давайте... Хорошо. Хорошо. Давайте мы сделаем с вами в виде эксперимента просто... Такой вот, ну... Эксперимент сделаем. Попробуем покататься вот с этим большегрузом. Потому что инвентарь здесь просто огромнейший. Мы нажимаем... А, подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, все красиво по кнопочкам. То есть, у нас здесь сюда-сюда-сюда. Хорошо. Хорошо. И давайте по улучшайзерам еще глянем. Потому что я так понимаю, что у нас здесь энерго... Так. Броня. Огнестрельная. Огнестрельная. То есть, окей. Хорошо. И, в принципе-то, все вроде бы и ничего себе неплохо. Так. По мотору все довольно-таки неплохо. Остальное меня здесь ничего не интересует. Выходим. Ну да, вот что-то такое у нас получилось. По размерам, конечно, оно велико. Очень много места мы занимаем сейчас. И очень... Что по скорости? Давайте проверим скорость. Ого. Так. Я так понимаю, разгон есть. Разгон имеется. Но, конечно же, не такая уже скорость, как была. То есть, 90... 95... Ну, если честно, то такое. Ну, как бы нет. Скорость имеется, но... Ладно. Давайте пока так поездим. Я думаю, что... Так. А, кстати, с кем мы там сражаемся? Кто-то хочет нам помешать в чем-то? Ага. Хорошо. Это красиво. Теперь, соответственно... Соответственно, куда стреляет... А, да. Конечно. Угу. К сожалению, у циклопа есть большие ограничения в угле стрельбы. То есть, он даже не может стрелять прямо. То есть, по факту, эта пушка будет полезна, если я подъеду кому-то сбоку. Ну, я даже не знаю. Возможно, я ошибся, но пока что давайте ездить так. Пока что ездим так. Почему я это не продал? У нас большой инвентарь, ничего страшного. Хорошо. Давайте следующее. Идем по заданиям. И нам нужно, конечно же, вернуться в Хель. Да, я, кстати, не туда поехал. Между прочим, я поехал не туда, а нам вот сюда. Очень большая фигня. Очень огромная. То есть... Ну, мне кажется, сюда нужен движок мощнее. То есть, соответственно, физика проработана. И у нас с вами сейчас 16 колес. Практически, как американские дальнобойщики. Там 18 колес по дорогам Америки и все такое. Ну, тачка очень большая. Тачка очень большая. Не особо поворотливая. Да, неплохие... То есть, объем кузова у нас сразу значительно увеличился. Но, конечно, это... Мы очень многим пожертвовали. То есть, как бы, можно было бы поставить, конечно же, кузов, который аллигатор. И там, в принципе, расположение всего не такое... Ну, что со скоростью-то? Ёлки-палки. Неужели сейчас придется нам с вами очень сильно поплатиться за все это дело? Я не знаю, ребят. Мы еще не были, кстати, в Эльминсте. И не были с вами в Хайдауте. Но с такой скоростью, я боюсь, что нам пока что вообще не до этого. Так, значит, вернуться в дом отца. Ну, понятно. В дом отца мы вернемся, потому что нам нужен второй диск. И странные знаки на поле. Соответственно, мы сообщаем об этом в Мидгард. Я понимаю. Я все понимаю. Окей. Давайте попробуем доехать. Короче. Давайте сохранимся. Ну, я не знаю, ребят. На самом деле, это очень спорная фигня. Ну, очень спорная. Потому что... Ну, хорошо. Даже если бы я поставил вот тот кузов, который не такой большой по размерам. Он такой же большой внешне. Они ни с чем особо не отличаются. И как бы... Ну, я не знаю. Объективно скажу, я не знаю. Потому что... Не вижу в этом смысла. Короче, еще по комментариям. Все-таки мы еще к обертарии не все обсудили. Написали мне, что если я все-таки поставлю себе билд на орудии... На оружиях, которые огнестрельные. То, соответственно, я... То, скорее всего, я потеряю большое количество лута. То есть, соответственно, когда я ставлю... Ну, да, Урал-Т-Друид. Я тебе завидую, на самом деле, твоей скорости. Давай-ка мы с тобой побазарим. Так, Караван Памфила. Есть ли у тебя что-то для меня? К сожалению, у тебя ничего особо нет. Дракон несовместим. Вулкан мне не нужен. Хорошо. Кстати, утро наступило. Это хорошо. А давайте, кстати, заедем вот сюда. В принципе, это Фист. Почему бы нам не заехать в Фист и не посмотреть, что продают в Фисте? Возможно, мы что-то сможем себе здесь прикупить. Давайте сохраним игру еще разок. Да. И, соответственно, если я буду ездить с энергооружием, то будет самый лучший дроп. Ну, как бы, посмотрим. Опять-таки, не знаю. Возможно, это будет какой-то смешанный билд. Так, а здесь не продается ничего, да? Окей, я понял. Я услышал. А по оружию здесь все. Так, Рапира, кстати. Рапира. По улучшайзерам здесь только ежи, карьерист, татарчан. А давайте, кстати, купим татарчан. Почему мы не можем себе позволить? 240 лошадиных сил, в принципе, да. Почему мы не можем себе это позволить? Мы можем ведь себе это позволить? Конечно же, можем. Мы продадим каму и поставим татарчан. Потому что он все-таки на 240 лошадиных сил. Это значительно больше. Ну, как бы, ну, не насильно много. Но я думаю, что динамика должна улучшиться. В любом случае. Динамика должна быть улучшена. Да, да, я уже чувствую, что прилив мощности случился. Хорошо, ладно. Мы пока что с вами дальнобойщики. Немножечко поиграем в дальнобойщиков. Я думаю, что... Думаю, что ничего страшного в этом нет. Если нам... О, боже. Ребят, ну... А, нет, подожди. Это не место спавна. Они просто здесь стоят, охраняют. Хорошо. А то я думал опять... Давайте, короче, я надеюсь, что сейчас мы с вами спокойно, максимально четко переместимся на новую локацию. В хель. То есть, соответственно, давайте сохранимся еще разок. Вот, например, здесь, да. Татарчан мы все-таки купили. Как мы и хотели. Но... Да, динамика стала получше. 112-115. Да, уже действительно есть прогресс. Так, давайте-ка мы заезжаем сюда. И надо сваливать. Надо сваливать. Это не очень удобно делать вот на такой махине гигантской. Но... Так или иначе, мы это сделаем. Это, конечно, не тот крейсер, который я покупал. И внешне он мне гораздо меньше сейчас нравится. Так, даже желаю покинуть эту область. Все, поехали. Это можно сделать скип. Пожалуйста. Мы не вылетаем. Мы вылетаем. Мы вылетаем. Но... Так как сейчас я уже знаю. Я наученный. Горьким опытом. Сейчас я все сделаю. Перемещусь на новую локацию. Это будет... Это займет некоторое количество времени у меня. Мне главное запомнить... Так, хорошо. Значит, мы сейчас... Я сейчас все делаю. И возвращаюсь к вам. Без паники. Итак, друзья. Спустя примерно где-то полчаса моих совершенно непонятных манипуляций. Опять-таки, я пытался сделать то же дело, что в прошлый раз. Уменьшал графику. Убавлял звук. И, к сожалению, в этот раз мне это не помогло. Я не знаю, что помогло мне на данный момент. Как вы видите, что сейчас я немножечко в другом формате, так сказать. Я пытался запускать игру в режиме совместимости. Пытался делать другие манипуляции. Но в какой-то момент я просто подумал, почему бы может быть что-то связанное с кузовом. Я решил загрузиться с другого момента. Купил себе кузов, который немножечко другой, отличается от нашего. И, соответственно, каким-то магическим образом, даже не уменьшая графику, меня пустило на следующую локацию. Я не знаю, с чем это связано. Вот эти танцы с бубнами просто, конечно, начинают немножечко подбешивать. Но, так или иначе, нас пропустило в Хель. И я, в принципе, этому рад. Но, надеюсь, что это будет нечасто сейчас. Потому что это действительно напрягает. Короче, вот здесь мы, кстати, тоннель в Лидд... Вот, кстати, меня еще в комментариях спрашивали, что это вот такое. Тоннель в Лидден Клауд. Тоннель в Царство Вечного Холода. Я так понимаю, это какая-то новая локация. Меня спрашивали, что это такое. В одном... Под каким-то из выпусков. Соответственно, вот это вот тоннель в Лидден Клауд. Я не знаю, что это такое. Мы тут не были. Мы туда не ездили. Поэтому, соответственно, мы сейчас с вами едем... Ну, блин, опять... Блин, вот... Меня так, конечно, напрягает, что сейчас нам нужно передвигаться по локациям. Я просто очень сильно боюсь того, что если я поеду в Фотерлянду, у меня игра снова захочет вылететь. Я действительно очень сильно боюсь. Но мы постараемся как-то все это минимизировать. И я, в принципе, буду думать. Буду что-то придумывать. Потому что пока что мне помогла только смена кузова. Очевидно, игра намекает нам на то, что нам не нужно много дропа собирать. Ну да ладно, ничего страшного. Будем действовать по обстоятельствам. И каким-то образом бороться с этим. Потому что я не намерен мириться с этим. И... Так, хорошо. Мы про... Так. Каждый раз, когда я вижу это сообщение, мне становится не по себе. Это уже, знаете, как какой-то... Это страшно. Что происходит? А куда меня привезло? Что? 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 Почему? Как я сюда попал? Почему я здесь? Нет! Нет! Игра, пожалуйста, что ты делаешь? Успокойся. Это не может быть. Меня... Меня... Заперли. Не может быть такого. Да почему? Я же... Подожди. Игра. Вот, я в хеле. Все. Мне нужно теперь выехать с болот. То есть, моя задача сейчас просто проехать к кардану. Что я делаю не так? Неужели я еду не в ту сторону? Что? Почему игра считает, что мне нужно обратно? Я не понимаю. Так, спокойненько. Давайте попробуем... Как это по-другому... Я не понимаю. Я не понимаю, почему игра считает, что мне нужно туда? Я вообще ничего не делал. И... Боже мой. Боже мой. Куда я попал? Что с игрой происходит? Я что, сломал игру? Моды. Пожалуйста, успокойтесь. Ведите себя адекватно. Я не понимаю, почему меня не пускает. Так, давайте сохранимся здесь. Отдельное сохранение. Я не знаю. Ребят, ну не может такого быть. Почему меня не выпускает? Это меня замуровали демоны. Как так? Я хочу играть нормально. Почему? Так, давайте попробуем как-то... Вот, ну я же правильно еду. Я не могу ехать неправильно, потому что я еду не в рощу друидов. Я еду вот сюда. Мне нужно перебраться через болото. Почему игра считает, что если я переезжаю через болото, то мне нужно обратно в рощу друидов? Почему? Почему так происходит? Ну не может же такого быть. Это просто... Если я нажму нет. Я нажму нет. А, вот он. Вы выполнили задание. Какое задание? Игре очень плохо. Игре очень плохо. Что-то происходит нечистое здесь. Я чувствую здесь какую-то нечистую силу. Я прям чувствую, что меня пытаются обмануть. И меня очень сильно конкретно прям... Так, давайте, кстати, посмотрим на улучшение. Пока ничего конкретного здесь хорошего нет. Соответственно, ничего хорошего здесь не имеется. Так, хорошо. Сохранение обязательно. Обязательно сохранится. Теперь мы сваливаем отсюда. И едем в Фатерлянд. А, враги, кстати. Между прочим, Урал-рыбаки. Рыбаки почему-то, кстати, к нам враждебны. Почему? Рыбаки к нам враждебны. Война. Однако я могу заехать в их поселение. Что, простите? Что, простите, происходит? Потрясающе. Ну, нет. Разнос кабины происходит сейчас очень конкретный. Горючий спектр. Ладно. Так, ладно. Мы разобрали этого пацана. Как бы проблем нет. Ракетница нам, в принципе, помогает. Я не понимаю, что... Почему? Что происходит? Так, ты хороший или нет? Так, ты молоковоз ТСП. Ты нормальный. Ты нам не враг. И, соответственно, вы нормальные ребята. Ракетница наводится. Все хорошо. Так, теперь мы сваливаем отсюда. И едем в сторону... В сторону Ольма. Там мы посмотрим модификации какие-нибудь. Так, стопэ. Вот это вот... Тихо. Почему вот это нам... Серьезные повреждения. Понимаю. Все, с этими расправились. Хорошо. Теперь едем в сторону Ольма. Боже мой. Что происходит с игрой? Почему она считает, что типа окей? Ладно, разобрались. Здесь нам нужно было просто нажать нет. Почему, кстати, баррикады восстановились? Я не понял. Пока что использую только два оружия. Мне полностью хватает. Этого циклопа пока не применяем. В остальном все хорошо. Так, соответственно. Теперь мы едем в Ольм. Там посмотрим, что по улучшайзерам. Заправимся. Починимся. Я надеюсь, что в Фатерлянд мы все-таки сегодня доедем. Это больно. Это реально больно, ребят. Я не понимаю. Я не понимаю, почему такое происходит. И я пытаюсь сделать сохранение как можно чаще. Потому что это полная дичь. Кстати, заправка ракет стоит очень дорого. Ну, соответственно, мы продаем все, что не нужно. Кстати, здесь нефть не надо продавать. Потому что мы ее прибережем на потом. А по этому самому... Град. Ну, град надо брать. 1300, ребят. Как бы. Сколько там? Боезапас 6 патронов. Здесь 12. Или не надо нам его брать? Может быть, нам его и не надо брать на самом деле? Потому что... Так. Повреждение артиллерии, повреждение гастрельного оружия 40%. Между прочим. Вот это вот антимиссайл систем дизмиссинг. Я не понимаю, что это такое. Потому что... Давайте возьмем повреждение гастрельного оружия. Повреждение гастрельного оружия плюс 40%. Соответственно, у нас тогда уже будет очень и очень мощно. То есть... Так. Алгор. Это перезарядка энергетического... Нам энергетическое... Так. А рапира здесь не продается в случае? Циклоп, кстати. Второй циклоп. Так. 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 Хороший вопрос на самом деле. Давайте подумаем, что нам нужно. Нет. Град, конечно, это мощно. Град очень мощно. Потому что 1300 урона, скорость стрельбы... А, кстати, 120 выстрелов в минуту. Дальность поражения чуть поменьше. Так. Скорость перезарядки 8 секунд. Здесь 30 секунд. Нет. Пока град брать не будем. Давайте лучше возьмем улучшайзер на огнестрел. 40% все-таки как-никак. А файрай мы пока что снимем, наверное. Потому что мы берем... Так. Вот. Да. Алгор нам пока что не нужен. Мы ставим себе сюда огнестрел на 40%. Как бы это очень-очень жесткая фигня. Соответственно, у нас уже урон становится более и более солидным. И, соответственно, можно купить еще циклопа. Поставить его сюда вместо кобры. И будет вообще просто пушка-бомба. Это будет очень жестко. Потому что, соответственно, дальность поражения у нас будет... Ну, это просто снайперская пушка. Снайперская. То есть, как бы, очень жесткая. Давайте так и попробуем сделать. Слабая кобра с обрезанным стволом, наверное, нам уже не нужна. Потому что смысла от нее не имеется. Мы ее продадим. Это снимем. Возьмем циклопа. Перенастроим тогда, чтобы вот это все стреляло у нас на одну кнопку мыши. А охотник, она вот сюда. Отлично. Выглядит все очень монструозно. А может быть, мы сделаем, знаете как? Так, чтобы все красиво выглядело, мы немножечко поменяем местами наши вот это. Сюда два циклопа, а сюда одну рапиру. Вот так вот сделаем. Так, все переназначилось. Опять ничего страшного, мы все это сделаем. Мы уже эти все... Отличный крокодил. Это, соответственно, то, что... Так, подожди, крокодил, это наша? А, нет, крокодил, это которое я понял. Нет, крокодил нам не нужен. Соответственно, отличный сусанин. Это у нас что стоит? У нас Чапаев. Ну, как бы, хорошо. Я понял, здесь пока улучшайзеры не самые хорошие. Хорошо. Неплохо. Бармен. Новостей нет, до свидания. То есть, пока что я не понял еще... Так, а машины здесь какие продаются? Вен, молоковоз, Урал, охотник, неинтересно. Хорошо. Выглядим очень жестко, ребят. Ну, объективно очень жестко выглядим. Но я заметил одну проблему этого кузова. Если вы видите, что здесь светится какая-то вот... Машина подсвечивается почему-то у нас... То есть, когда я включаю свет, что-то подсвет какая-то идет изнутри. Не знаю, с чем это связано, но... Ладно, хорошо. Допустим. Допустим, урона у нас с вами очень серьезно. То есть, с одного выстрела мы наносим больше тысячи урона. Это очень много. По факту мы разбираем, как бы, очень-очень серьезно всех. Хорошо. Уезжаем отсюда. Сохраняемся обязательно. Давайте вот сюда сохранимся. И будем сейчас молиться всем, кому только можно, чтобы у нас все было очень и очень четко. Я реально не знаю, как бы, что делать. Что, ребята? Ну вот вы серьезно? Не надо вот сейчас это придумывать мне. Я хочу покинуть область. Они что-то ерундой какой-то занимаются. Игра! Ну, пожалуйста! Ну, хватит! Хватит это делать! Она вылетела опять! Эти шотландские мотивы сведут меня с ума. Ребята, я не понимаю, что делать. Сейчас я буду решать эту проблему снова. Друзья! Дорогие наши друзья! Дорогие мои друзья! Я пока это все настраивал. Пошел дождь. Началась гроза. И просто, видимо, все в этом мире ненавидит меня. Я не знаю. Эта игра, она просто вот... Короче. Единственное решение, которое я нашел на данную. Переход. Это был переход в оконный режим. Куда мы двинемся дальше? Никто не знает, как она пойдет дальше. Но, в принципе, я смог перейти. И, короче, снизу будет белая полоса, которая выглядит не очень симпатично. Но это, к сожалению, я не могу убрать. Потому что, если я это уберу, если я ее уберу, то, соответственно, вам обрежется большое количество самого экрана. Так что, я не знаю. Короче, будем играть пока так. Надеюсь, белая полоса вас не сильно будет смущать снизу. Потому что, походу, будем играть в оконном режиме. Как мы, в принципе, делали это в некоторых частях. Просто, блин, реально, серия просто пипец. Я не понимаю, ребят. Я очень хочу сделать что-то годное. Но, короче, едем, короче, в минин. Все. Я ничего не знаю. Мы едем по сюжету. Мы продолжаем фигачить. И никаких больше... Нас ничто не остановит. Ребят, я реально... Я уже так устал от этой игры. В том плане, что я просто очень хочу, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы у нас ничего не вылетало. Чтобы... Ну, вроде бы сейчас все нормально и работает. И все такое. Короче, все. Поехали. Будем фигачить и ни на что не обращать внимания. Вот эти вот все трудности. Нужно... Я не знаю. Нужно какое-то вот спокойствие обрести. То есть, не нервничать по пустякам. То есть, как бы просто принять это как данность. Игра вылетает. Так бывает. Но от этого, как бы, жизнь наша хуже не становится. Это неприятно. Но мы все преодолеем. Я в этом уверен, и все получится. Так что, друзья, мы пока что... Я пока что нахожу решение проблем сам. Пытаюсь что-то придумать. Так что, сейчас мы с вами продолжаем. Давайте заедем в городок. Собственно, да. Я понимаю, что многое обрезано. То есть, я сейчас смотрю. Вроде все не так плохо смотрится. То есть, как бы, общая картинка видна. Так что, окей. Ладно. Что предлагают здесь? Отличный кайман. Так. А у меня какой аллигатор? Кстати, у меня... Подожди. У меня отличный аллигатор? Ага. А Чапаев здесь есть. Отличный Чапаев. Прекрасно. Прекраснейшие друзья. Мы с вами сейчас броней хотя бы обзаведемся. Купим этого Чапаева. Так, соответственно, все перекладываем. Блин. А вам-то видно, да? Вам видно кнопочки. А у меня они немножечко скомканные. Сколько я за это отдам? Так. 106 тысяч. За это я отдам 106 тысяч. Окей. Буду тогда смотреть, сколько денег. Потому что я не могу регулировать размер окна. Что произошло? Я мышку потерял. Так, окей. Нажимаем купить. То есть, кнопочка... Я сейчас буду вот так вот. Да, это, конечно, все поинвалидски выглядит. Но, окей, все. Соответственно, купили себе отличного Чапаева, отличного аллигатора. Очень мощно все смотрится. Меняем, опять-таки, все обратно. Красиво. Смотрим пушки. Аллигатор-дробовик. Вот оно что. Вот оно как. Турм. Аллилуйя. Я аж микрофон ударил. Как больно. Зараза. Прям вот туда, куда надо. Я покупаю себе турбоускорение. Длительность стрельбы. Так. Максимальный боезапас. Я покупаю себе турбоускорение. Все. Прекрасно. Прекрасно. Четко. Смотрим на... Кстати, здесь неплохое реально эти... Так. Повреждение нестрельного оружия. У нас сколько? Тридцать. Скорострельность. Повреждение нестрельного оружия. Точность нестрельного оружия. Отлично. Аксолотль. Нужен ли нам аксолотль настолько сильно? Ха-ха-ха. Хороший вопрос на самом деле. Хорошо. Пока что здесь ничего не надо. В принципе, здесь все довольно бесполезно. Я не знаю, нужно ли с кем-то базарить. А-а-а. Давайте посмотрим староста Бэкки. Нет. Здесь, походу, ничего. Просто сезон охоты на бандитов я согласен. Это всегда за. Это всегда хорошо. А-а-а. Прекрасно. Кстати, может какие-то машины новые продают здесь? Нет. Все ерунда. Все полная фигня. Короче, оконный режим наше все. А-а-а. Видимо, это было вопросом лишь времени, когда мы начнем играть. На какую клавишу ты мне сделал это? На... Какую? Считание клавиш 2. Нет, давайте на среднюю. Сделаем кнопку мыши. У меня, к сожалению, просто многое не видно из-за того, что у меня просто внизу Windows. Как бы вот эта панелька Windows. И я, наверное, я не знаю, короче. Ну, пока так, короче. Пока так. Давайте сохранимся. Надеюсь, все будет идти нормально. Давайте посмотрим. Так, Урал Т и П. Дорофей. Дорофей ничего не предлагает. До свидания. Поехали. Короче, оконный режим. Дела такие. Так. Я здесь. Выполнили задание. Я не знаю. Может здесь катсцена какая-то другая. Давайте посмотрим. Что здесь произошло? Стенные панели сняты. За ними был тайник, но он открыт. Там пусто. Кто-то здесь хорошо поработал. Ну да. Ну это я все видел. Вот. Хорошо. Все. Мы с этим разобрались. Как бы приехали за вещами. Но, собственно, кто-то оказался быстрее нас. Соответственно, это кто-то была, скорее всего, лиса. Так. Значит так. Значит так. Теперь нам нужно сообщить МИД Градоученых. Зачистка территории. Это понятно. И, соответственно, теперь узнать про разгром. В доме я оставлю все перевернуто вверх. Ну, возможно, кто-то из людей видел, что здесь предложат нас спросить в баре. То есть, соответственно, надо обратно в мини. Ну, окей. Поехали. Поехали будем. Пока что я, видимо... Я помню, как мы начинали играть в то ли... По-моему, как раз таки в оригинальную экс-машину начинали играть в оконном режиме. Чтобы все у нас нормально работало. И, соответственно, видимо, так... Механик Бутс. Что-то случилось? Кто-то ограбил дом Айвана. Я так и знал. Какой-то странный и подзрительный человек крутился здесь недавно. Думаю, это он причастен к ограблению. Ты видел, куда он уехал? Кажется, он поехал в сторону бандитской базы. Значит, мне все придется проследовать за ним. Нехорошо получается. Так, хорошо. С этим разобрались. Теперь надо поговорить с караванщиком Ридом. И снова привет. Ну как, пошел? Нашел на севере, что искал? А, можно и так сказать. Кстати, я тут поспрашивал людей насчет твоего этого... Серго. И что вполне ожидаемо, никто не смог его вспомнить. Очень странно. Я тоже так подумал. А потом решил поспрашивать не конкретно про Серго, а просто про ней обычно одетых чужестранцев, говорящих с заметным акцентом. И тут один работяга кое-что припомнил. Я весь в внимании. Примерно 20 лет назад произошло самое успешное нападение на наш город. Тогда погибло много гражданских, в том числе и жена Айвана Го. И командовал этим нападением некий злобно выглядящий тип в просторном балахоне и тряпьем на голове. Ну понятно, так быть такого не может. Дальше интересней. Этот работяга поделился этой информацией с Айвоном. И тот очень перепугался и буквально за день, вместе со своим сыном, покинул наш город. С тех пор никто его больше не видел. Что ж, это объясняет его спешку. Спасибо за информацию. Постой. Я вижу, ты в состоянии за себя постоять. Да и вооружение твоего грузовика довольно на уровне. Базаришь дело. Ближе к делу, чего ты хочешь. Мы тут формируем тяжело вооруженный отряд, чтобы разгромить бандитов, захвативших пешет, и вернуть город под наше управление. И там бы... Ты бы нам-то очень пригодился. Звучит здорово, я в деле. Но задарма я воевать не буду. Да, согласен. Тебе заплатят 25 тысяч монет за успех операции. Встретиться с командиром операции вот здесь. Он тебе все расскажет. Выдвигаюсь. О, вот это интересно. Вот все. Вот оно. Вот оно. Собственно, я просто супер-мега рад, что у нас теперь получается вот так. Рапира. Нет, я, собственно, оставлю себе одну рапиру и два циклопа. Мне кажется, так вообще просто пушка-бомба. Мы просто разрываем всех. И на всякий случай, так сказать, просто охотник, если мало ли чего. Алгоры. Ну, как бы пока что меня все устраивает. Так, короче, мы сваливаем отсюда. Мы сваливаем. Блин. Вот, ну, все. Давайте будем надеяться, что оконный режим решит наши... Оконный режим решит все наши трудности и проблемы. Вот я искренне в это верю и хочу в это верить. Так, найти вора. Найти вора нам, соответственно, надо в базе 51. Это я понимаю. Но давайте мы... Так, подожди-ка. Дорога в режим. Зачем? Подожди. А, это мне, собственно, надо отбить пешт. Погнали, ребят. Будем отбивать пешт. Погнали. Будет битва за пешт. Собственно, мы туда... Мы бандитов туда посадили. Но мы их сейчас оттуда сместим. Давайте, кстати, проверим турбу. Только я сначала сохранюсь на всякий случай. Потому что... А, вдруг эта турба какая-то неадекватная. Мне кажется, надо ее использовать где-то напрямой. Типа, сколько мы поедем вообще? Ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой. 200. Тихо! Нет! Куда ты гонишь? Пожалуйста, подумай. Тебя дома ждут. А, все что ли? Ну да. Нетруха такая себе. Так, давайте еще разок. Ну так, вот чисто ради интереса получается 200... 203... 228. Ну, короче... Ну, такое на самом деле. Не уверен, что это прям... То, что нам нужно. Я правильно еду? Я правильно еду. Прекрасно. Хорошо. Собственно, давайте заедем сюда. Сколько стоит заправка турбоускорителя? Просто интересно. Интересно, сколько стоит. 80, кстати, очень дешево стоит. Можно ей регулярно пользоваться. И дабы преодолевать какие-то мощные преграды, мы можем этим пользоваться. Спокойно, совершенно. Так, перезаписываем. И едем отбивать пешт, потому что бандиты в край офигели. Ну, собственно, с моим вооружением это полный капец им. Потому что я на самом деле ожидал от циклопа худшего. А циклоп это просто очень жесткая штука. Плюс рапира. Конечно, еще рейн металлы мне рекомендовали поставить, потому что они тоже в куски разрывают. Но мы будем чуть-чуть по-снайперски сейчас работать, потому что у нас еще ракетница имеется. Так, здорово. А вот и ты. План таков. Действуем четко и слаженно. Стандартная блиц атака. Нападаем внезапно и всей кучей. И пользуясь замешательством противника, быстро их раздосим. Все понятно? Да, вроде все понятно. У нас, кстати, неплохой отряд. Я читаю... Так, я читаю... Так точно, в атаку. Я просто читаю здесь, я не все вижу. Так, погнали, ребят. Где все? И почему меня развернуло? А с кем мы воюем? Так. Блин, у себя как огонь вообще просто. А где? Это вы что? Детский сад? Нет, не детский сад. Подожди. Почему так? Не точно почему-то. Блин, в дерево попал. Что происходит? Блин, ребята-то сильные. Для ремонта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Спокойно. Что-то так криво, блин, стреляет. Капец вообще. Блин, больно на самом деле. Я пошел дроп собирать. Подождите, пацаны. Не добивайте всех. Я пошел дроп собирать. Ну все, это было изи. Теперь основная артерия северной торговли снова открыта. Надеюсь, процветание вернется в этот регион. Я в этом уверен. Так, по оружию давайте собирать хоть что-то. Я думаю, если бы у меня было энергооружие, у меня был бы дроп посерьезнее. Это правильно понимаю? Так, соответственно, металлолом. Так, о-о-о-о, вот это дело. Один, это хорошая штука. Я его помню. Соответственно, сейчас мы съездим, полутаем всех. Я не понял, почему у меня такая точность была слабая. То есть, то ли это деревья, то ли еще что. Как бы, да, не понимаю пока что. Так, что по дропу? Охренеть. Башня танка, я все-таки нашел ее. Сколько она стоит? 5600. Ну нет, наверное. Ну вот это полная ерунда. Все, это можно все выкладывать. Это стоит копейки. Башню танка мы возьмем, соответственно. Так, и теперь вот еще здесь. Ага. Металлолом спектр. Ну как бы, да. Ну блин, башня танка неплоха. Но на нашей конфигурации мне некуда ее ставить, к сожалению. У нас конфигурация немножечко другая, кстати. Так, ага. О, рапира номер 2. Подожди, стоп. Вторая рапира, это очень хорошо. У меня точность у всех пушек 100%. 100%, Карл. Я не понимаю. Как бы, этого всего. Я возьму рапиру, пожалуй. Возьму вот это. Это я продам. Один с обрезанным стволом. Один неплохая лазерная установка, как бы, да. Дроп неплохой. Но опять-таки, можно, конечно, сконцентрироваться на рапирах. То есть у нас будет урон по 320. Соответственно, у каждой рапиры скорострельность будет больше, чем у циклопов. И, типа, оставить одного циклопа и две рапиры. Как такой вариант? Такой вариант, то есть, скорость стрельбы там, в принципе, выше. И я даже не знаю, надо подумать. То есть сюда две рапиры и одного циклопа в дополнение. То есть циклоп в дополнение. Потому что мне кажется, что рапиры какие-то более... Ну, короче, сейчас решим. Сейчас решим, продадим ненужное. Так, а, это все, собственно, дропы. Дропы, дропы, дропы. Так, тихо, 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 деревья. Я знаю, вы страшные вещи. Так, подожди, а с билаза я собирал дроп или он бездроповый? Так, ооо. Ооо, май гад. Что это такое? Почему лазерный... Я не могу его ставить себе никуда. У меня нету слота под такое оружие. То есть, я отказался от таких вот пушек. Жееееееесть. Но она стоит чем больше, чем башня танка. Я ее просто продам. Так, соответственно, башня танка две штуки. Офигеть. Просто жесть. Ну, да согласен. Все нормально будет. Так, короче. Есть предложение сделать следующую вещь. Короче. Сделать билд на рапирах. Мне кажется, рапиры поинтереснее выглядят в плане своей скорострельности. То есть, время перезарядки 3 секунды, 2,5. Мне кажется, рапиры поинтереснее выглядят. То есть, как бы... У них взрывом урон, да? Урон взрыва. Урон энергии. Так, энергия. То есть, урон тоже... А, пули еще есть. Да? Ну, соответственно, я понимаю. Урон взрыва. То есть, здесь все взрывоопасный урон. Такой это пушка. Это тоже... А, это все пушки. Аааа. Так это все одно и то же. Да? Получается. Тогда я не вижу смысла. Блин. Две рапиры и циклоп. Короче, нет. Я не знаю. Мне трудно решить. Мне очень трудно решать такие вопросы. Сейчас мы решим с этим. Совсем? Я могу заехать в освобожденный город Пешта, да, ребята? Так, я кажется... Да. Да-да-да-да-да-да. Так, отличный крокодил. Это что такое? Это... А, вот это вот это, да? Угу. Я понял. Отмена. Ааа. Сусанин, Потемкин нам не нужны. Продаем ненужное. Соответственно, лазерный испепелитель нам не нужен никуда. Мы его продаем. Продаем металлолом, потому что он нам не нужен. Медленного Одина тоже продаем. Спектр продаем. Ааа... Далее. Смотрим, что есть по улучшениям. Скорострельность энергетического, точность огнестрельного оружия. Повреждение энергетического... Точность, скорострельность, скорострельность, скорость перезадки артиллерии, противоракетная защита. Так. Улучшение... Это я не понимаю пока что. Так. Скорострельность огнестрельного. Ну нет. Наверное, смысла в этом я особого не вижу. Давайте попробуем сделать вот следующее. То есть, как бы, циклопу, дальность поражения больше, конечно. Нет, давайте два циклопа, короче, одну рапиру оставим. Хотя, может, я не прав. И, типа, лучше оставить, конечно... Рапира, рапира. 31, 26. То есть, как бы, она даже похуже, наверное, рапира-то, чем циклоп. Потому что... Окей, ладно. Оставляем циклопов и не паримся. Рапира как дополнение. Ракетница уже на крайний случай. Соответственно, я, наверное, продам Кобру. Потому что я не вижу в ней смысла. Раз уж мы перешли на билд вот такой. Мне надо тогда поменять каким-то... Это все у меня на огнестрел стоит? Да. Тогда мы пока продаем комплекс. Нет. Алгор, конечно, стоит денег. Ну, наверное, я его продам. Я пока не планирую с энергооружием ездить. В принципе, меня устраивают мои пушки. Я хочу пушками поиграть. Тогда Алгор продаем. Кобру мы, соответственно, тоже продаем. Денег зарабатываем на этом. То есть циклопа снимем, поставим рапиру, починим, ее заправим. Вот. Чтобы у нас она была. Ну, давайте попробуем вот так. Вот давайте так попробуем. Чисто из интереса. Исключительно из интереса моего личного. Все на единичку. Отлично. Ну, как бы... Мне кажется, так поинтереснее выглядит она как-то вот, ну, не знаю, пологичнее. Нет. Бесплатно, кстати, переезжаем через мост, мы, ребят. Бесплатно. Все. Ну, как-то так вот, короче. Так, сохранимся обязательно по Терлянде. И теперь по заданию нам как бы надо ехать на базу 51. Ну, на базу мы пройдем спокойно. Мы мост-то не ломали как бы. Кстати, как это будет сейчас там сделано, я не знаю. Ну, короче. И в любом случае сдача в Риджине, Квест... Так, короче. Я не знаю, сколько длится серия, потому что у меня она записывалась тремя частями. То есть... Грубо говоря, у меня... Так, работник Брюс, для меня работа. Бандиты, я согласен на бандитов. Переезжаем через мост бесплатно, главное. Это самое главное. Короче, я не знаю, сколько будет длиться серия. Мне очень грустно, что с самого начала у нас с вами такие проблемы случились. Именно в плане... Вылетов, всех проблем вот этих вот и все такое. Ну, блин, я не знаю. По-моему, тачка очень даже удачная получилась. То есть терапиры. Мне нравится. А с кем ты там капремонт-то решил делать? Пока не понимаю. Ладно. Поехали разбираться с этими бандосами. Я не знаю. Ну, то есть, успеем ли мы сегодня все это сделать? Мне кажется, я неправильно еду. Конечно, неправильно я еду, потому что мне нужно в другую сторону. Мне нужно вот сюда. Мы сейчас спустимся спокойно. Сейчас мы врубим наш турбоускоритель, чтобы побыстрее туда добраться. И все у нас будет хорошо. Две рапиры, один... То есть, мне чем рапира нравится, что она более скорострельная. И она более... Блин, как это сказать? Там патронов больше, короче. С кем воюем? Сейчас заодно затестим. Ты где? Где кто? Почему я никого не вижу? А? 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 Выходи. Так, давай-ка это... Турбоускорение. Хорошечно. Ну, прям хорошо, ребят. Ух. Я надеюсь, что... Так, ты хороший? Ты хороший, хорошо. Ну, хотя, блин, какие вены мне сейчас на крейсере. Это было бы странно. Довольно сомнительно. Потому что в моем положении уже, конечно, с венами сражаться это себя не уважать. Потому что, ну, типа, уже очень сильный билд получился. Очень уж он сильный. Ну, я, по крайней мере, так считаю. У нас нету какого-то сверхбольшого оружия. Но мне кажется, они все сбалансированы. И в общей сложности они наносят очень серьезный урон. То есть, грубо говоря, 320 плюс 320 это уже 600 плюс 400. То есть, тысяча урона за один выстрел. Ну, за три выстрела, да. Это, ну, практически всю тачку разобрать можно. Ну, у тех, у кого по тысячах... Во-во-во-во-во-во, я про это и говорил. Как больно, ребят. Вообще просто жесть. Ну, это прям издевательство. То есть, как бы мы... Это, это кара. Это прям реальная кара. Это прям, ну... Я не вижу альтернатив. Просто они разлетаются, как... Как горячие пирожки. Так, все, хорошо. Мы едем сюда. Поехали к бандитам съездим. Короче, скорее всего, серия получится мега длинная. Потому что там будут склейки. Потому что первая часть сколько-то времени занимает. Потом вторая часть, где я там пытался по хели ездить. Еще там заниматься. Короче, очень все это непросто. И... Я не знаю. Возможно, серия будет час. Возможно, нет. Ну, какая разница в итоге. Я хочу, чтобы... Мне просто очень обидно за то, что очень много времени мы потратили на... Бессмыслицу. Вот это вот в виде... Вылетов. Которые мне приходилось решать. То есть, вот в итоге я записываю видео уже больше двух часов. Хотя... Это просто... Ну, это... Это немыслимо вообще. Просто это очень долго на самом деле. Потому что... Я обычно, ну, как бы вот запишу. Ну, то есть, там где-то час, да? Сорок минут. Сейчас просто два часа вместе со всем. То есть, возможно, даже больше, чем два часа. Я не беру... Не берусь утверждать. А, мост-то чё, пацаны? Ха-ха. Давайте. Открывайте. Сова приехала. Базарить есть? Базар-вокзал. Плати. Ээээ... Да, без проблем, ребят. Просто мне... Оход завершена. Вы выводили полторы тысячи монет. Вы получили... А, ну, кстати, окупились. Нормально. Я не хочу... Я не взорвал мост. Как бы это мое личное убеждение. Я не хотел искать обходные пути. Так гораздо быстрее. Давайте с бандосами разберемся. Что будет, в принципе, довольно просто сделать. Я считаю, что это... Это ты? Что? Ты серьезно? Мне даже патронов на тебя жалко было. Я тебе серьезно говорю. Это было... Мне было жалко на тебя патронов. Вот честно скажу. То есть я потратил на тебя три выстрела. Надо было... Ну, ладно, короче. Пофигу с ним. Пофигу на него. Давайте сейчас здесь вот еще разок сохранимся. Сохранить. Так, хорошо. Подъезжаем к базе. И сейчас мы их здесь всех разнесем. Я более чем уверен. Потому что... Ничего не знаю, ребят. Сейчас мы разберемся. Мы разберемся. Дот-бригада, кстати, у них, по-моему, есть что-то жесткое. А... Здесь музяка, кстати, играет такая достаточно серьезная. По оружию этих ребят. Так, вождение, перезарядка, огнестрела. Это все... Кстати, на, забирайте. Я вам сначала продам. Сначала с вас денег стрясу. И только потом мы будем с вами разговаривать. Погнали. Бандит Ричард. А ты кто такой? Я тебя не знаю. Сударь, вы оскорбили честь моей семьи. Вы украли мою фамильную драгоценность. Я имею неудовольствие говорить с вами. И прошу вернуть эту вещь, которая вам не принадлежит. Это великолепно. Че? Не понимаю. Я возмущен. Сейчас я буду вас убивать. Сначала дгони. Сударь, вы труп. А, я так понимаю, что... Да, до свидания. Ты уверен, братан? Ты уверен, что оно тебе надо? Мне кажется, оно тебе не надо. У него защита, конечно, есть. Но это реально бред. Это смешно. Изи. Изи. Просто изи. Так, а у него что-то вывалилось с него? А, да, вывалилось. Тихо. Нет. Нет. Буква в кого не работает? Типа, я не застрял? Ладно. Хорошо. Будем считать, что я не застрял. Я по факту не застрял. Ладно. Это был самый культурный разговор. То есть, циклоп, кстати, еще один. Нам дали еще кучу циклопов. Спруты. Ну, ребят, нет. Я пока что считаю, что у нас отлично все получается. Я не знаю. То есть, мне что нравится вот в этой вот... В том, что у нас получилось. Так, это то, что... Так, циклоп второй мне не нужен. Пожалуй, что? Нет, конечно, можно обвеситься циклопами. Спруты не нужны. Это не надо. Можно обвеситься циклопами. Чтобы у нас урон был под 460, как бы. Ну, не знаю, конечно. Мне кажется, это довольно тупо. Будем как-то миксовать. Один циклоп я оставлю. Этот я продам. Так, с кем-то еще имею честь я разговаривать? Нет. Чести больше я ни с кем разговаривать не имею. Хорошо, ребят. Я думаю, что на этом все-таки мы сейчас с вами закончим. Сохранимся. И, соответственно... Соответственно... Мы будем с вами закругляться. Короче, вот такая машинка у нас получилась. Мне нравится, как она выглядит внешне. Довольно так по-спортивному, что ли. Много чего им удалось сделать сегодня. Мы знаки на полях сдадим обязательно. Затем нам нужно будет ехать на хель. Но прежде чем ехать обратно в хель, мы сдадим в следующей серии задания знаки на полях. Потому что... Ну, короче, так будет лучше. Так будет логичнее. И, соответственно, будем доставить диск 2 Оракулу. Соответственно, игра на двух дисках. Как раньше это и было. Два CD. На одном устанавливаешь, на втором продолжаешь. Короче, вот это вот олдскульная тема. Короче, друзья. На сегодня все получилось неоднозначно. Но мне кажется, что мы с вами что-то дорешили. Так что, друзья. Большое спасибо всем за рассмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok